Ребята, всем привет! С вами Александр. Только что закончился наш вечерний стримчик по турничку Зал Моксиса. Прекрасно у нас всё прошло. И там вы у меня спросили, что будет, если добавить плюс 50 или 150 здоровья нашему главному гибриду Пахигаллозавру. И мне тоже как-то стало интересно, что же с этого получится, если из 18 тысяч сделать плюс 150, это вообще будет 36 или что-то вроде подобного. Давайте это проверим. Только, наверное, не на этом бое, а может на следующем. Здесь у нас три хищника. Ну, давайте сначала разберёмся с ними так, по-детски. Ой, что-то я как-то перестарался. А можно выбрать... У меня есть 250, есть 50%. Кстати, о, точно, я вспомнил, как это можно сделать. Возьмём одно усиление, и оно попадёт нам сразу, и мы сразу сможем его использовать. Хорошо, это мы придумали. Погнали. О, можно двумя, пойдём двумя. Сейчас одним индоменсом загрызём всех этих недоразвитых цератозавров. Ну, точнее, цератозавриды, это практически большая часть крупных хищных динозавров, как мы узнали из видео про ластатозавра. Ну, 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 ладно. Так, кто не посмотрел, обязательно к просмотру видео про ластатозавра. Там много информации, в общем-то, про всех динозавров. Так. Ещё подождём. 9-ти метровый цератозавр. Ну, правда, вес у него... У него такой себе. По разным данным, сколько? От 300 до 900, до тонны, короче, ребята. Хотя длина довольно большая. Выжил. Так, минус один. Так, ему сколько нужно? Балабалов 6, наверное, чтобы нас победить. Я хотел бы, конечно, дождаться таких более серьёзных противников. Так, 5 пробьёт, наверное, да? 5? Не, не должен. Не пробьёт. Раз, два, раз. Должны выжить. Ну, давай, давай, выживем, не выживем. Эх, чуток не хватило. Ну, ладно. Ааааа, сила укуса 2500. Это божественно. Хотя он, да, юдончик поменьше, чем цератозавр выглядит. Так, давайте смотреть, что дальше. Так, апатозавры. Блин, ну, чё так слабо-то? Это будет неприкольно, если это был только что на самый сильный бой. Ну, посмотрим, постараемся, конечно. Раджа Стегана на стримчике. Мы ею не подрались, пусть разомнётся здесь. Так, надеюсь, у нас следующий бой будет посерьёзней. А то по этой аналогии было три, теперь два. А потом вот что, у нас один противник? Это будет печально. Блин, ну вот классно, если бы были усиления вот-вот в тех боях, где адаптивный уровень противников. Вот там это было бы круто. Реально было бы сто процентов в тему. Хоть бери, да, люди и пиши. А вот здесь усиления, они, в принципе-то, и не надо. Здесь можно и без усилений пройти. При желании. А вот там, где уровень противников просто дикий, вот там бы усиления... Ой, как помогли бы. Ну, давай, давай. Так, Тарадоны. Ну, ладно, чё поделаешь. Берём нашего Пахигалазавра, берём одно усиление и погнали. Этот бой, которого мы ждали. Усиление 50 процентов! 27 косарей жизни, ребята. Это прям как Омега на третьем уровне. Ух, ещё и с одного удара! Так я тут даже выдержу 8 ударов Тарадона, мне кажется. Ну, если бы он накопился, было бы вообще забавно. Но он вряд ли бы накопится. Так, чтобы было много. Давай, твой шанс проатаковать. Хотя бы на 4. Не впечатлил. Специально атакую на 4, чтобы был у него шанс меня продамажить немножко. Ну, просто спалил очки, по факту. Блин, ну... Противник у нас, конечно, слабенький. Слабенький, ребята. Ну, ничего не сможет нам сделать. Никак не сможет. Но было прикольно. Жизни было нормалёк так. 27 тысяч. Так, пустоши Америки. Сколько там у нас наборчика будет? 3, 5. Юта Раптор, да. Крупнейший Раптор. Но он довольно древний. Его место заняли более мелкие Рапторы. В истории. Так, ну что у нас тут по столкновению? С Зухамимой, Птеранодоной. Ну, давайте что-то сейчас тоже. Один Крутозавр. Например. Такой крохотный, но такой крутой. Так, Птеранодон. Это единственный, кто может нас победить. Так. До свидания. Как раз. Он реально мог бы нас пробить. Но Терекс этого, увы, но не сможет. У него острые, приплюснутые по сторонам зубы. И на зубах даже есть такая насечечка, как у акулы. Он предназначен для отрывания больших кусков мяса. Да, зубы Индоминуса такие, как у... Кстати, у Индораптора, да. И, в принципе, они ближе к зубам спинозавра. То есть, они могут только удерживать добычу, но никак не отгрызть в неё какой-то кусок... Кусок существенной мяска. Так, давайте. Вот так вот. Справится? Один, один у Найринг. Сейчас всё решится. Так. Ну, вот так вот он решил. Раз, два, три. Раз. Ну, выживем. У нас будет бонус против Диморфодона. А Батазавр бьёт слабо. Но... Всё на волоске. Толстеньком, но на волоске. Сменился, у него осталось два балла. Как раз, смотрите. Ну, вот так попробуем. Отлично, супер удар. То есть, мы идеально всё сделали. И должны пережить Диморфодона. Три удара по нам пройдёт, только могло пройти. Да, нам одного хватит. Он вряд ли бы поставил защиту больше трёх даже. Так, ну, и последний бой. Так, у нас Индоминус, Тираннозавр. Так. Давайте, пусть тебя, вас порвёт один Приатродон. Наш старичок. Так, так и так. Ну, давайте пробуем. Ха! Вообще, застали его врасплохе. И отгребать будет, в общем-то, за всех один Апатазавр. Я готова тебя принять даже 8 ударов без защиты. Ну, давай. Не, походу, он не может. Вау! 960. Так, ну что. В общем-то, увеличить жизнь Апатазавр какое-то интересное, если у нас попадётся возможность с какими-то сильными противниками, тоже ещё разок это сделаем. Будет интересно. Если ему 150% добавить. Две... Там у нас здесь 250% даже есть, да? Вообще будет жесть. С под 50 тысяч жизней. Так, ну а на этом всё, ребятки. Всем спасибо за просмотр. И не забудьте поставить лайк под видео в Астатазавре. Всем пока.